Всем привет! Сейчас конец октября и решила немножечко показать как выглядят мои томаты бесполивые прополки сейчас. Сегодня 22 или 23 октября. Вот смотрите полно томатиков. Я их постепенно уже начинаю собирать, потому что уже холодно. И как видите кусты все мои живые и здоровые. Я их ни одного раза за лето не поливала. Смотрите полно везде помидорок. Конечно они у меня выглядят не очень, так как в этом году я их можно сказать забросила. Мало того, что не поливала и не полола. Как и собиралась, так еще и даже не подвязала их к верхним планкам. Так сложились обстоятельства, что мне некогда в этом году было вообще заниматься томатами. Росли они как сорняки сами по себе. Тем не менее все лето мы их ели и сейчас я ведер 5-6 томатов со своих грядок наберу. Вот смотрите они заняли весь проход. Уже растут лежа можно сказать. Конечно же некоторые кусты видно, что поражены какими-то грибными заболеваниями. Вот у них листьев высыхают. Но тем не менее верхушки у всех здоровые. Томатики краснеют прямо на кустах. Каждый день я понемножечку рву. Так вот они растут полу лёжа, срисают и тем не менее урожайность хороша. Я их не посылкую, как вы помните. Растут они у меня сами по себе. Сорта у меня здесь разные. Я посадила почти 100 кустов разных сортов по одному кустику каждого сорта. Поэтому очень неудобно. Не знаю где какой сорт, могу только догадываться. Поэтому сортов называть не буду. Да это и не важно, потому что на всех абсолютно кустах полным полно зелёных плодов. Сейчас я уже начала собирать. Собираю всё подряд. И мелкие, и крупные, и зелёные, и красные, и бурые. Каждый день по ведру собираю. Что-то оставляю на хранение, на дозревание, что-то консервирую. Зелёные помидоры. Салат. Квашеные помидорки зелёные, очень супер. Смотрите какие крупные, большие, красивые помидорки. Помидоры я собираю и сразу убираю растения. Я их не выдёргиваю, как я уже говорила, я их просто подрезаю секатором, срубаю. Корни оставляю гнить в земле. Вот помидорки и лежат, и висят, и прекрасно себя чувствуют. По ночам температура уже опускается до 8-7 градусов. Днём ещё довольно таки тепло. Днём 16-20 бывает. Также покажу перчик, который я тоже за всё лето ни разу не поливала и ничего с ним не делала. Тоже я его замульчировала, как помните, при посадке старыми джинсами, накрыла землю, а сверху сыпала траву. Косила газон и всю эту траву измельчённую сыпала сверху на штаны. Вот они такие высоченные. И на них тоже ещё полно плодов. Плодов, цветов. Такие вот огромные кусты. Там дальше баклажаны, несколько кустиков. Тоже ничего не поливалось. Всё только та влага, которая находится в земле. А её в этом году было немного. В июле-август дождей не было вообще. Видите, высоченные перцы, почти по полтора метра высотой, все увешаны ещё плодами зелёными. Полно маленьких плодов. Но они, конечно же, уже не успеют набрать вес. Я их сниму уже такими маленькими. Главное, что я хотела показать вам, что без полива, даже в засушливом климате, тоже можно обойтись. Такой способ посадки выручает и освобождает много времени. Ну и на сегодня у меня всё. Надеюсь, вам удалось что-нибудь увидеть в этих зарослях. Красавчики, помидорки. Отличного вам настроения. Сажайте, выращивайте всё, что вам нравится. И до новых встреч. Пока.